Всех приветствуем, поздравляем с праздником День Российской Науки, очень важный для нас государственный праздник. Так, с чего начнем? Евгений Степанович, традиционная пресс-конференция, спасибо коллегам, все откликнулись, все прибыли. Давайте мы начнем с главного вопроса, который вот витает, я чувствую, вот в этой аудитории. Евгений Степанович, Белгородская правда, Сергей Ерёнов. Ну, давай я отвечу, а потом, если у вас появятся вопросы. Витает вопрос, ну, этот год выборный, да, срок моих полномочий, очередного срока моих полномочий истекает в октябре 17-го года. Вдумайтесь в эту фразу, октябрь 17-го года. Выборы состоятся губернатора в сентябре 17-го года. В соответствии с действующим законодательством, мне ничего не мешает баллотироваться на очередной срок выборов губернатора Белгородской области. В соответствии с действующим законодательством, я имею право. Я хочу сообщить, что я планирую воспользоваться этим правом. Поскольку у нас встреча традиционная, вот, в начале года, и она, естественно, посвящена итогам, итогам года уходящего, да. Я бы хотел, прежде чем вы приступите задавать наочисленные вопросы, которые вас интересуют по ситуации, по итогам года, по текущей ситуации. Я бы хотел несколько слов сказать о том, каким год 2016-й был для нашей области. В целом, он был очень хорошим и очень успешным по многим показателям и по многим отношениям. Ну, если говорить об экономике, то наша область, она не чувствовала никакого кризиса. Экономика области на протяжении уже нескольких десятилетий развивается стабильно, поступательно. И 2016-й год не был никаким исключением. Индекс промышленного производства за прошлый год у нас составил уже 4,7%. Ну, для сравнения, Россия, чему мы тоже очень рады, тоже положительный имеет индекс промышленного роста. Он равен 1,1%. Сельское хозяйство у нас рост 6,5%, несмотря на то, что все-таки у нас очень высокая база для дальнейшего развития и роста. По стране, по предварительным данным, 4,8%. Получен рекордный урожай, почти 4, да не почти, а 4 миллиона тонн, о котором мы мечтали. Мечты вот в прошлом году сбылись, славно очень поработали наши труженики сельского хозяйства. И фактически мы получили урожай тот, который нам нужен для собственного потребления. Хотя нельзя сказать, что мы вот что мы произвели, то мы и потребляем. Конечно, нет. Многие, значит, вывозят свой урожай за пределы области. Многие закупаются и за пределы области. Это, конечно же, вполне естественно. Урожайность у нас получена тоже рекордная. Вот по предварительным данным, она составляет 50, выше 51 центра с гектара. По-моему, это второй, может быть, третий результат вообще-то среди регионов Российской Федерации. Ну, впереди нас так и должно быть. Кубань-то мы же не должны, в конце концов, обгонять по урожайности. Там намного более благоприятные условия. По инвестициям, значит, нам удалось сохранить. Объем инвестиций мы не упали по сравнению с предыдущими годами. 100,2% или 0,2% рост к предыдущему году. Ну, по России небольшое есть снижение в целом. Очень интересный показатель. Вот такие кризисные годы или предкризисные, или послекризисные, которые отражают в целом, является неким экономическим барометром. Это сколько товаров люди покупают и какова их динамика. Динамика товарооборота. Так вот, я хочу сказать, что за прошлый год у нас оборот розничной торговли в сопоставимых ценах, то есть в товарной массе, он увеличился на 1,2%. Прошу прощения, 1,7%. В то время как по Российской Федерации он составил менее 95% к уровню предыдущего года. Вот это, я считаю, очень такой важный показатель, который отражает реальное экономическое состояние населения, в данном случае Белородской области. Ещё один показатель в самой структуре торговли, что люди покупают. И о благополучии той или иной страны, территории, региона судят по процентному соотношению, сколько люди покупают в общей товарной массе продовольственных товаров. Вот благополучные страны, которые мы всегда относим, западные страны, там вот этот процент составляет 15-20% от общей товарной массы, которую люди покупают. У нас за прошлый год он составил где-то 39%. По стране он приблизительно 50% и даже чуть-чуть более. И что характерно, этот процент у нас уже на протяжении длительного времени он не повышается. То есть люди наряду с приобретением продовольственных товаров, они имеют право, значит, имеют возможность, вернее, приобретать и промышленные товары для собственных нужд. Это очень важно. Это очень важный, я тоже считаю, показатель. Прибыль предприятий у нас возросла и значительно, почти в 2,5 раза. Вот индекс потребительских цен или инфляция, ну, инфляция по стране, значит, вот она 5,4% у нас вырос, индекс потребительских цен. У нас он на 1% ниже. То есть это тоже, в общем-то, важный показатель, который отражает и в том числе и возможности покупательной способности нашего населения. уровень зарегистрированной безработицы у нас достиг исторического максимума, минимума, прошу прощения, и составляет 0,69%, в то время как по стране он составляет 1,1%. Реальные денежные доходы за прошлый год, они у нас сохранились на прежнем уровне. Ну, небольшой рост 1,1%. Реальная заработная плата тоже небольшой рост 1,2%. Это тоже очень позитивные показатели, которые отражают реальные денежные доходы населения. Реальные, не номинальные. Номинальные, конечно, они выше. Они у нас составили где-то в районе 6%, я имею в виду по заработной плате. Бюджеты исполнены по доходной части, по расходной части. Майские указы президента все тоже исполнены в полном объеме. Реализованы крупные экономические проекты, такие, как, скажем, на Столинском ГОКе, это фабрика Акатышей, это уникальный проект такого, я бы сказал, национального масштаба 6 миллионов тонн, почти 40 миллиардов рублей. Капитальных вложений или фактически завершен аналогичный проект на Лебединском ГОКе, но он не аналогичный в технологическом плане, я имею в виду по объему, по масштабу, он вполне сопоставим с проектом, который реализовал Столинский ГОК. Это я имею в виду третью очередь, значит, фабрики железистых брикетов, причем эта третья очередь, она мощностью полтора миллиона тонн в год, а до этого две первые очереди, они чуть-чуть более двух миллионов тонн, фактически удваивается объем производства. Это дает возможность Лебединскому ГОКу вообще перейти на новый технологический уровень, такой инновационный уровень, и они выходят на международные рынки совершенно таким конкурентно способным и очень выгодным, и очень прибыльным продуктом. А для нас это тоже выгодно, они будут больше иметь прибыли, значит, мы больше будем иметь налогов. Сформировался у нас в прошлом году новый экономический сектор, это биофарм-кластер, рост которого, в общем-то, если в объемах производства, то почти в полтора раза, полтора раза. Это очень важный для нас тоже показатель. Запущенные и вступили в такую нормальную фазу такие проекты, как управление здоровьем, очень важный во всех отношениях проект. Я думаю, что у вас вопросы, если по нему возникнут, мы об этом проекте можем более подробно и детально поговорить. Решена проблема мест в детских садах в возрасте от трех до семи лет, но, тем не менее, мы не сокращаем объемы строительства детских садов. Теперь уже будем решать эту проблему от полутора до трех лет. Для нас это важно. Олимпиада прошла, значит, наши участники Олимпиады выступили довольно успешно в Олимпийских играх, которые для нас прошли в очень такой напряженной обстановке для всей российской команды. Ну а то, что возглавлял нашу сборную, наш земляк Сергей Тетюхин, для нас это для всех большая честь. Это просто историческое событие. Область жила нормальной, спокойной жизнью, созидательной жизнью. И тоже 17-й год, исторический год, такой брендовый, что ли, 17-й год. Она тоже начинает спокойно и с точки зрения прогноза нашего экономического развития, социального развития, мы смотрим наше ближайшее будущее с оптимизмом. Вот, коротко, теперь я готов ответить на любые ваши вопросы. Елена Васильевна, Бонтаренко, Ирбелогурин. Евгений Степанович, если посмотреть на историю региона последние лет 20-25, то в Белгородской области всегда были такие драйверы роста, какие-то отдельные сегменты экономики, направления, мероприятия, проекты, которые за счёт концентрации ресурсов в этой точке давали большой прирост и локомотивам тащили за собой всё остальное. Вот таким была газификация региона, безусловно, такой была программа развития животноводства, программа ИЖС такой была. Любопытно, что не всегда это были проекты в экономической сфере, и эффекты были не всегда экономические, но всегда были. И вот вы как-то их умели чувствовать и находить. Сейчас какие вы видите драйверы роста? Куда пойдём? Камо Градеша, да. Первое, что я хочу сказать, что в области очень удачная структура экономики, она в достаточной степени диверсифицирована. У нас нет какого-то одного монопольного направления, связанного с добычей полезных ископаемых, или только сельское хозяйство, или только машиностроение, или ещё что-то. Я считаю, что эти направления будут и дальше являться драйвером нашего дальнейшего экономического роста. Почему? Да потому что пределов совершенства любого экономического сектора его нет, его просто не существует. Если мы хотим сказать, что мы чего-то достигли в сельском хозяйстве, всё, и вот мы остановились. Да нет, конечно. Я не имею в виду только объёмы. Я имею в виду и эффективность самого производства, модернизацию производства. Вот я назвал два проекта, которые реализованы у нас в горнодобывающем комплексе, Столинский и Лебединский блок. И они сейчас рассматривают уже новые проекты по модернизации собственного производства, которые увеличат объёмы производства, денежную выручку, увеличат прибыль этих предприятий, количество рабочих мест, наверное, заработную плату, доходы. Вот он, разве это не драйвер? Это драйвер. То же самое будет происходить и в сельском хозяйстве, и в сельском хозяйстве. Плюс новые сегменты, новые направления, скажем, такие как теплица, такие как садоводство, сейчас вот грибоводство. Далее, IT-кластер. Здесь все стремятся сегодня уже к четвёртому экономическому укладу, перейти к пятому экономическому укладу. Ну, кое-кто уже замахнулся на шестой, а кое-кто, редко кто ещё, так сказать, ещё только в мыслях, уже думает о седьмом технологическом укладе. А как можно седьмой экологический, шестой, седьмой экологический уклады, да и пятый тоже осваивать без цифровых технологий, без IT-технологий. Вот недавно я, значит, на мессенджере Телеграм, получаю всегда эти IT-информацию, то есть хай-тековую всю информацию, я там вычитал, что Китай планирует в тридцать пятому году создать 400 миллионов новых рабочих мест в цифровой экономике. Представляете, 400 миллионов в цифровой экономике. А то же самое и у нас будет происходить. И уже происходит в цифровой, в IT-экономике. У нас будет модернизироваться вся сегодня экономическая экономическая, экономический уклад. И агропромышленный комплекс, и малый бизнес будет подвергнут такой цифровой трансформации. А это тоже будет драйвером экономики. Ну и, конечно же, это развитие наших технопарков, индустриальных парков, которые очень, на мой взгляд, удачно о себе заявили в стране в целом, в нашей области. Я уж не могу пример приводить, это по Северному технопарку или индустриальному парку, по другим индустриальным паркам. Сегодня у нас разработана программа вот такой индустриализации, если хотите, нашей области. Она предусматривает создание десятков, десятков индустриальных парков на территории Белгородской области, Белгородской агломерации, Староскольской, в каждом районе. И сегодня идет эта работа и поиск инвесторов, или, как сейчас принято говорить, резидентов вот в эти промышленные парки. Это небольшие площади, там, может быть, это несколько, там, один, два, может быть, пять, десять гектаров, обеспеченные соответствующей инженерной инфраструктурой. И где бросают якорь вот те люди, которые хотят заниматься каким-то производством, современным, высокоэффективным производством. Этот вот у нас уже развивается очень успешно. И я думаю, что это в ближайшее время, это тоже наша ближайшая перспектива вообще в подъеме в экономическом развитии нашей области. Так что стоять на месте не будем никогда. Остановимся, значит, нас ждет большие проблемы. А по объему, вот я не сказал, такой показатель, он очень важный, по объему волового внутреннего продукта наша область сейчас вышла, если в Центральном федеральном округе, на третье место Москвы и Московской области. Естественно, они опережают. Мы на третьем месте. И по выработке на одного жителя волового внутреннего продукта, по-моему, мы даже на втором месте после Москвы. Ну, окончательно мы сейчас эти цифры еще увидим. Но, в моем ощущении, мы на втором месте. Евгений Степанович, продолжить тему экономики. Вопрос интересный у издательского дома «Мирологорь» и Олег Леонидович Шевцов. Евгений Степанович, вот в развернувшиеся последние месяцы дискуссии в общественном пространстве о выборе стратегии развития российской экономики между сторонниками Алексея Кудрина и, скажем, участниками, членами Столыпинского клуба вы, судя по всему, на стороне последних, я имею в виду, Столыпинского клуба. Вот у меня в связи с этим два вопроса. Вот из огромной и достаточно весомой программы этого клуба какие именно идеи вы считаете наиболее значимыми и реалистичными и что из-за стратегии, в принципе, можно реализовать в масштабах нашего региона в том случае, если не удастся запустить эту стратегию по всей стране? Спасибо. Так, ну это очень интересный вопрос. Ну, первое, конечно, мне более симпатичен, так сказать, тот вариант развития нашей экономики, которые, значит, высказывают сторонники Столыпинского клуба, а точнее участники Столыпинского клуба. Не совсем, я там и с ними согласен, но, тем не менее, значит, это более на такой ментальном плане, что ли, в историческом плане, если хотите, вариант развития нашей экономики, он более предсказуем для нашей страны в целом. Вот, в целом. Хотя и об этом говорят и те тренды, которые в целом происходят за последние годы. Экономика наша становится более управляемая, государственное участие в ней, значит, и планируемость экономики, она, значит, становится более прогнозируемой. Особенно это мы увидели в последние годы, когда у нас появились по отношению к нам экономические санкции, в ответ, значит, появились ответные меры. Вот, и в этом случае, конечно же, роль государства возрастает. А это главное, так сказать, отличие вот идеологии экономического развития Столыпинского клуба от либеральных, значит, воззрений развития экономики. Что применимо, чтобы, вот, то, что клуб предлагает, оно, конечно, применимо только на макроэкономическом уровне, масштабах страны. Его нельзя взять в эту модель и применить в каком-то, значит, регионе и обкатать ее, потому что для этого надо менять все законодательство Российской Федерации. Это невозможно просто сделать, поэтому в этом сложность применения его и моделирования в отдельном регионе. Ну, что мне нравится, вот, и что бы вы хотели применить, и что мне, на мой взгляд, возможно, значит, коррелизации. Это, вот, есть такой термин докапитализация экономики. Вот сегодня, о чем идет речь? Популярно. Сегодня у нас денежная масса в нашей экономике составляет, там, кто говорит, 40-50% ВВП, волового внутреннего продукта. То есть примерно, значит, там, ну, 35-40 триллионов рублей. Денежная масса. А сторонники Столыпинского клуба говорят, что она должна быть примерно как в западных странах, но не такой большой, как Китай. Китай, она в два с половиной раза превосходит объем волового внутреннего продукта. Она должна быть у нас где-то на 15-20 триллионов выше. Вот если мы докапитализируем экономику, то есть вольем эти деньги в нашу экономику, то есть при помощи Центрального банка, естественно, но не просто ее вольем, вот, и получим, может быть, даже всплески инфляции, а пропустим через инвестиционные проекты, вот. Ну вот у нас сейчас, скажем, имеется несколько десятков инвестиционных проектов, которые только в программе импорт-замещения и с объемом, так сказать, их затрат, там, более 200 миллиардов рублей. Если бы мы сейчас их направили, вот, на эти проекты, да, еще с какой-то минимальной процентной ставкой, там, один-два процента, и то мы бы, первое, получили бы экономический всплеск сразу же, потому что экономика заработала, вот, и новые объекты были бы, проекты были бы реализованы, и на выходе мы бы получили докапитализацию, то есть увеличение денежной массы. Это очень хороший такой способ, метод, он опробировался во многих странах, во многих экономиках и давал всегда хорошие результаты. Ну и одновременно здесь я поддерживаю также мнение Столыпинцев о том, что нам нужно снижать ставку рефинансирования Центрального банка, доводить ее примерно, там, до 2-3 процентов, с таким расчетом, чтобы доступность всех финансовых субъектов к кредитным ресурсам была обеспечена, и они получали там более 5-6 процентов годовых, но не так, как сегодня там 10-12 и даже 15 и выше. Вот эти вот меры, которые наиболее мне симпатичны, и я бы хотел, чтобы они, вот эти меры все были реализованы в масштабах страны. Коммерсант хочет задать вопрос, Илью Тимселов Валентинович. Евгений Степанович, вот хотел бы вернуться все равно в самое-самое начало нашего разговора, если можно. Давайте, давайте. Вот мы же понимаем, что в сентябре вы, скорее всего, выбор-то выиграете, но вы, наверное, не можете не думать на 5 лет дальше. Вот все-таки, может быть, уже созрел у вас какой-то образ преемника, может быть, есть какой-то человек конкретный, или кто это может быть, бизнесмен может быть, может быть, это чиновник, может быть, вообще университетский какой-то человек. Если я скажу, что вот Жданова, сейчас назову фамилию, и все на Жданова набросятся, или на кого-то другого, или на какую-то главу, или еще кого-то, или назовут Юру Помельникова, и все, сейчас их начнут на куски рвать. Я считаю, что, в моем понимании, не менее 10-15 человек сегодня есть людей, которые могут достойно исполнять обязанности высшего должностного лица нашей области. Подрастают, набираются опыта, и всегда готовы будут. Время их придет, время покажет. Ну, для этого давайте дождемся, вот, может быть, сентября дождемся уже, мы их увидим, может быть, чуть раньше, может быть, чуть позже. Люди есть. Но это вопрос все-таки уже какой-то чистый, который встанет, правильно? Время покажет. Время сейчас быстро меняется, очень быстро меняется. Аргументы и факты хотят задать вопрос. Татьяна Анатольевна, пожалуйста. Евгений Степанович, 2017 год объявлен годом экологии. Я бы хотела узнать, какие, на Ваш взгляд, в области у нас экологические проблемы есть, и каковы пути их решения? Ну, проблемы всегда есть, конечно же. Ну, здесь, если так сегментировать, такое широкое понятие экологии, вот, по каким-то направлениям, ну, скажем, экология воздуха, да? Воздух должен быть чистым. Вот. В этом плане, значит, у нас разрабатывается целый ряд проектов, и они в стадии реализации. Это по каждому промышленному предприятию. Есть четкая программа снижения вредных выбросов. Запускается такой проект, вот мы его недавно обсудили с высшим руководством Газпрома, как газовые заправки, массовый переход, значит, автомобилей и частного, и коммерческого сектора, и бюджетного сектора на газовое топливо, на метан, на метан. Особенно это для городов, у нас очень злободневная тема. И мы сейчас будем реализовать этот проект, скажем, защита почвы, оздоровление почвы. У нас программа биологизации, она работает очень хорошо. Значит, и я готов о ней рассказывать более подробно. И оздоровление почвы. Здоровая почва – это здоровые продукты. Программа замещения, скажем, антибиотиков на пробиотики. То есть, особенно в животноводстве. Программа замещения, то есть, что? Антибиотики – это продукты химического синтеза. Мы их меняем на продукты органического синтеза, такие же защитные меры. Это сейчас программа, мы ее разворачиваем и начинаем работать. Это повышение качества нашей производимой продукции. Вода. Защита, чистая вода. Мы же вот с вами находимся на возвышенности, откуда берут все начала, великие реки, такие как Северский Донецк, который питает и Луганскую, и Донецкую область полностью питает, и Харьковскую область. Ворскла, значит, Псел, Сейм. Мы должны их обеспечить через тату, чтобы они за пределы области у нас выходили такие вот… Или река Оскол, выходили, значит, с очень хорошим качеством воды нашу область покидали. Но это важно и для наших жителей прежде всего. Вот в этом году мы запускаем такой проект, как «Малые очистные сооружения». С большими мы более-менее разобрались. Здесь тоже предстоит очень большой объем работы, но там, так сказать, все понятно, что делать сегодня, что делать завтра. А вот «Малые очистные сооружения». У нас очень много еще жилых домов, особенно в сельской местности, которые многоэтажные, многоэтажные дома, которые, в общем-то, даже в выгребных ям, извините меня, там были такие примитивные. Все, оно иногда течет просто на рельеф. Мы в текущем году выделяем почти 300 миллионов рублей. Заказчиком у нас является ипотечная корпорация, которая освоила производство вот таких «Малых очистных сооружений» и их уже реализовала уже с десяток таких проектов. Мы эту программу запускаем. Наша задача, чтобы все многоэтажные дома, бюджетные все здания, учреждения, все были обеспечены локальными очистными сооружениями. Вот это прекрасная программа, которая будет у нас реализована в год экологии. Животный мир, зеленый мир. Здесь у нас программа «Зеленая столица» действует. Она, так сказать, прирастает новыми приложениями, как сейчас модно говорить, или опциями. И этот текущий год не исключение. Животный мир. Здесь тоже мы намечаем целый ряд проектов, которые сделают наш животный мир таким приятным и для охотников, и для жителей. Будут появляться новые рекреационные зоны, новый пикник-парки и так далее. Ну и, конечно же, одновременно это порядок в наведении утилизации твердых бытовых отходов. Здесь, вы знаете, что наконец-то принято очень хорошее, я считаю, федеральное законодательство, в соответствии с которым готовится план утилизации бытовых отходов. Мы этот план уже защитили. Вот, устанавливаются региональные, назначаются региональные операторы. Они уже тоже нам известны. Ну, поскольку это отложено немножко, там еще, по-моему, на один год действия этого закона. Вот его в действие. Поэтому с будущего года мы готовы. Я считаю, что в ближайшее время, ну не в этом году, у нас появится современное, как минимум два мусороперерабатывающих комплекса, которые будут перерабатывать и повторно утилизировать не менее 65-70% всех твердых бытовых отходов. Вот наша задача такая стоит. И мы над этими вопросами работаем. Они очень все значимы, интересны. Многие они уже из них получили, реализуются в формате проектной деятельности, что характерно для нашей области. Вот. А по многим еще эти проекты только разрабатываются. Спасибо. Глена Дмитриевна Трещенко, Белгород-Медиа. Евгений Степанович, возвращаясь к итогам года, Вы сказали о том, чего нам удалось добиться, область развивается. А если говорить о разочаровании года, вот было ли такое? Если позволите, сразу второй вопрос. В стране существуют многочисленные рейтинги, оценки уровня развития регионов, эффективности органов власти, губернаторов. Вот следите ли Вы за их результатами и на какие критерии оценки лично Вы обращаете внимание? Сначала разочарование. Разочарование. Всегда, когда я с Вами встречаюсь, я ловлю себя на мысли о том, что очень редко с Вами встречаюсь. Поэтому пусть это будет самым главным нашим разочарованием. Давайте чаще встречаться. Что касается рейтингов. Вы знаете, у меня двойственное отношение вообще к рейтингам. Потому что в рейтингах всегда кто-то последний. Или предпоследний. И это всегда не по вине, так скажем, руководителей регионов. Есть просто объективные обстоятельства, которые складываются. И когда вот люди, живущие в этих регионах, видят, что они на каких-то последних местах, я думаю, что это вносит какой-то определенный, в том числе, психологический дискомфорт. Это с одной точки зрения. А с другой точки зрения, конечно же, рейтинги нужны. Они полезны. И вот если брать какой главный критерий, по которому рейтинги должны выстраиваться. Я думаю, что главное здесь должно быть опрос общественного мнения, отношение к качеству жизни, отношение к органам власти. Вот они должны быть главные в определении рейтингов, ну, в данном случае, конечно же, регионов Российской Федерации. Вот я чувствовал, что такой вопрос вы обязательно зададите. Я попросил выбрать все рейтинги, которые проводят различные общественные организации и различные фонды общественного мнения. Некоторых из них я назову, так сказать, о наших рейтингах, которые мы занимаем, наша область. Ну, рейтинг есть, исполнение программы по капитальному ремонту. Это замечательная программа, которая инициирована 2-3 года назад, капитальный ремонт. Вот мы занимаем здесь второе место после Татарстана на первом месте. Рейтинг инвестиционной привлекательности регионов Российской Федерации. Мы здесь на третьем месте, я имею в виду область наша. Это проводило национальное рейтинговое агентство и журнал «Эксперт». Первое место в Москве – Санкт-Петербург. Неудобно их опережать. Так, экологический рейтинг, субъекты Российской Федерации. Мы на пятом месте здесь. Рейтинг политической устойчивости регионов. Это проводит фонд «Петербургская политика». Мы здесь на пятом месте. Да, тоже на пятом месте. Впереди нас Татарстан, Калужская область, Чукотский автономный округ, Пензенская область. Рейтинг регионов по качеству жизни. Здесь мы на шестом месте. Рейтинг эффективности губернаторов. Ну, здесь мы на седьмом, по-моему, да, на седьмом месте. Седьмое место. Рейтинг по борьбе с коррупцией. Ну, это не рейтинг, это был опрос Федеральной службы безопасности, по-моему. И они проводили опрос общественного мнения отношения людей, как обстоят борьба с коррупцией в том или ином регионе. Вот их точка зрения. Мы здесь на каком месте, знаете? На втором месте. Ну, а первое место, конечно же, это Чеченская республика. Поэтому я считаю, что это хорошее место. И вот еще есть какой рейтинг интересный. Рейтинг трезвости регионов. Как вы думаете, на каком мы месте здесь? Не на первом. Ну, что вы, что вы. На восьмом месте, я считаю, тоже очень хорошее. Из 82. То есть из всех регионов? Ну, 82 у нас региона Российской Федерации. На восьмом месте. Я считаю, что это тоже интересный рейтинг. И о нем должны знать жители и Белгородской области, и, естественно, все журналисты. Будем стараться, чтобы еще, 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 здесь есть еще возможности для занятия более достойного места. Как раз следующий вопрос к теме. Лена Васильевна, Бондаренко. Степанович, проект управления здоровьем широко анонсирован, запущен. Проект, в котором меняется самопарадигма подхода к здравоохранению. Вместо процессов мы видим критерии результативности индекса здоровья. Что главное изменится для людей, для конечного потребителя в ходе реализации проекта? И попутно сразу второй вопрос. В этом проекте управления здоровьем еще один очень новый, принципиально новый подход. Согласно которому, твое личное здоровье – это личностный и государственный ресурс. Ответственному отношению к ресурсу можно учить только личным примером. Каким видом спорта занимаетесь и что посоветуете? Ну, первое, что дает в итоге, на какой результат мы рассчитываем в итоге реализации этого проекта. Мы рассчитываем на то, чтобы в целом здоровье населения Белорусской области было значительно лучшим, чем оно сейчас. Сегодня состояние здоровья как оценивается? По трем группам здоровья. Есть люди здоровые, есть люди, которые находятся в зоне риска, то есть они уже предрасположены к какому-то хроническому заболеванию. Есть люди, которые больны тем или иным уже хроническим заболеванием. И вот сегодня структура какая? Абсолютно здоровых у нас людей примерно 25% в четверть. Почти половина находится в зоне риска, около 50%. И то есть они уже близки к тому, чтобы заболеть, или уже начальная стадия заболевания. И где-то около 30% оставшиеся – это люди хронически больные. Мы хотим, чтобы у нас здоровых людей на территории Белорусской области было больше половины. Не сегодняшняя, а четверть, а хотя бы процентов 60-70%. Вот на это направлен проект здоровья, управление здоровьем. Других целей он не предусматривает. Для того, чтобы добиться этого результата, нам нужно усилить внимание первичному звену здравоохранения. Профилактическому звену. Те, кто стоят на страже. Те, кто должны людей учить, как быть здоровым. Какой режим у тебя дня должен быть. Как ты должен двигаться. Как ты должен сколько пищи употреблять. Какой у тебя вес должен быть. Какой пульс должен быть. Какое давление должно быть. Что ты должен делать, чтобы у тебя были в норме сахар, холестерин и так далее. То есть показатели уже и такие. Проводиться должна диспансеризация практически ежегодно. И, конечно же, кто попал уже в зону риска, то его быстро принять все меры к оздоровлению этого человека. Вот на это направлен. Мы усиливаем сегодня. Я не буду рассказывать. Вы все прекрасно знаете, что в области, в этой части делается. Ну, вот мы недавно подвели итоги этого проекта. И мы довольны первыми результатами. Вот первым годом его реализации. Мы отремонтировали практически все сельские фельдшерско-акушерские пункты. Или большинство из них. Началась подготовка, значит, врачей, семейных врачей. Или врачей общей практики каких, значит, называют или называли. Значит, мы начали укомплектовывать первичное звено необходимым медицинским оборудованием, диагностическим оборудованием в первую очередь. И на это затратили только в прошлом году, значит, более 200 миллионов рублей. В этом году мы планируем полностью сельскую, значит, территорию закрыть. Чтобы проект этот вот в селах нашей области заработал уже вот в полном режиме. В полном режиме. Особое внимание уделяем детям, естественно. Школьникам. И вы видите, какая у нас сегодня массовая работа проводится по физическому их воспитанию, по здоровому образу жизни. Ну и, конечно же, здесь не обходится без, я бы не только сказал, личных примеров. Личных примеров это недостаточно, а нужны какие-то и меры принуждения. Такого доброго, ласкового, очень щадящего принуждения к здоровью. Вот и над этим мы тоже сейчас и работаем. Это для нас очень важно здесь общественное мнение, общественный резонанс. И мы видим, как сегодня люди потянулись вообще-то здоровью. Мы видим, что сегодня заполнены и переполнены все наши стационарные, значит, вот спортивные площадки, фоки, ледовые дворцы. До 12 ночи они заняты постоянно, значит, одни сменяют другие. И несмотря на то, что мы очень много, значит, сделали в этом плане, десятки новых объектов, фактически каждый год добавляются. Малые спортивные вот эти сооружения, которые мы реализуем и, значит, с помощью, в том числе и программы такой замечательной, как «Газпром детям». В прошлом году, значит, почти два десятка сделали, и они сегодня все заполнены, все заполнены. И нас это радует. И то есть мы увидим, что вот мы этим проектом прямо попали вот, ну, в такое, в общее настроение людей, которые хотят быть здоровыми. Потому что болеть – это крайне невыгодно, экономически, прежде всего, невыгодно. Ну, а то, что личный пример, ну, я считаю, что вот все, кто работает в органах власти, стараются подавать личный пример. Я вижу, что у нас уже нет толстых, там, каких-то чиновников, вот, или с каким-то избыточным весом. Все стараются быть стройными, подтянутыми. Это тоже очень правильно. Я вижу, как у нас и становятся стройными, значит, все работники, работники системы здравоохранения, они тоже подают этим самым, в том числе и личный пример. Резко бросают все курить, вот даже Жданов уже отказался от курения. И фактически сегодня в администрации области никто не курит. Вот. И не потому, что запрещают, а вот все, вот бросили и все, и всем это нравится. И всем нравится. Лично я тоже стараюсь соответствовать в какой-то степени, держать, значит, себя в хорошей форме, физической форме. Я не хочу сказать, спортивной форме, физической форме хорошей. Вот. Вес не более 75-76 килограмм. Чтобы было все и давлением нормальным, здоровьем нормальным. Это очень важно тоже для работоспособности. Как это я делаю? Ну, конечно же, это физические нагрузки, это прежде всего ходьба, иногда плавание, иногда игра в волейбол. Надо следить за тем, что ты кушаешь, сколько кушаешь. Как говорил у нас Митрофан Воронежский, воздержанно пей и мало ешь, здорово будешь. Вот этому правилу надо и соответствовать. Евгений Степанович, вот воплощение здорового образа жизни среди журналистов Юрия Ивановича. Продолжение, Евгений Степанович. В парке Ленина, в парке Ленина, сделал две лыжни 400 метров возле Динамо и 800 возле Спартака. Всех приглашаю каждый день. Можно легко за зиму находить 450-500 километров. Элементарно. Ну а теперь, что касается... Вот я за прошлый год подсчитал, у меня шагомер есть, сколько я прошел. Я прошел более 2000 километров. Замечательно. Да. Ну тогда я отстал, я две получилось, так что вы дернули и здесь. То есть это где-то до Костромы и обратно. Замечательно. И вопрос, Евгений Степанович. У нас 1% годовых по малоэтажному строительству, он все-таки будет реанимирован, потому что 1% бюджетники получали, попостроились все. А говорят, что эта программа сейчас из-за кризиса немножко затухла. 1% годовых это что? 1% годовых кредит. А, кредит. Губернаторский так называют. Ну, он сегодня существует. Если кто-то из вас пожелает построиться в наших малонаселенных пунктах, где это правило действует, пожалуйста. Пожалуйста. Они есть и в Белгородском районе, они в каждом районе. Малонаселенные пункты такие, хутора. И мы такую программу там принимаем, где даем кредиты на 15 лет. Ну, правда, под 3% годовых. Не 1%, 3% годовых на 15 лет до 2 миллионов рублей. Даже до 3 миллионов рублей даем. Такая программа есть. Многие ею пользуются. Пожалуйста, пользуйтесь. В этом году мы запускаем замечательный проект. Он называется у нас «Новая жизнь». Новая жизнь. Видите, какое хорошее название. Он вообще-то, по идее, как бы беспроцентный. Он рассчитан на абсолютно такой молодой пласт нашего населения. И мы его запускаем сначала в Белгороде, но я уверен, что он будет распространен по всем районам Белгородской области. И заключается он в следующем, что строится для них малогабаритное такое, ну, комфортное жилье. Площадь там где-то 30-35 квадратных метров. Это для молодой семьи. Рассчитано, значит, чтобы они там проживали, ну, где-то с 25 там до 30-35 лет. Вот так вот примерно рассчитано. Вступительный взнос 400 тысяч рублей. Причем они могут сделать это сами. Или мы сейчас агитируем, чтобы за них это делали работодатели, предприятия, где они работают. И там находим поддержку у них. И затем в течение пяти лет примерно по 14 тысяч рублей в месяц. То есть вообще никакой ипотеки, никаких процентов. Ну, мы нашли способы, как там, значит, поддерживать, обеспечивать поддержку необходимую. То есть всего она обойдется где-то миллион, миллион, по-моему, 200 тысяч рублей. Это квартира. Это примерно на 30 процентов дешевле, чем сегодня покупать вот, ну, в лобовую. Ну, а здесь просто еще и растяжка в течение пяти лет. Вот это рассчитано на эту категорию людей. По истечении пяти лет она переходит в собственность. И мы рассчитываем на то, чтобы потом собственник этой квартиры, молодая семья, которой уже, наверное, уже и дети появились с школьного возраста, возможно, она, заложив в банке эту квартиру или продав ее, значит, получила деньги и начали строить собственный дом. Чтобы уже к 40-летнему возрасту молодая семья могла бы уже иметь собственный там 150-200 метров квадратный жилой дом. А это, может быть, если кто не, значит, не пожелает ее продавать или закладывать банк и передать следующему молодому поколению. Вот эта программа запускается, запускается в текущем году. А индивидуальное строительство – это наш приоритет. Мы его ни в коем случае не будем убавлять, сокращать. Мы хотим, чтобы фактически уже две трети белгородцев уже живут в индивидуальных жилых домах. Евгений Степанович, очень хочется задать вопрос. ГОУ-31, Литвинова Мария Анатольевна. Мой вопрос касается исторического и культурного наследия, к которому, я знаю, вы точно неравнодушны. Конкретно я веду речь о зданиях, об исторических. Вы разрабатывали различные программы, которые позволят их сохранить в будущем и сохраняют сейчас. Но есть и проблемы в связи с этим. Белгород и Старый Оскол – это два города, вернее, единственные два города в Белгородской области, которые входят в мировой список исторических городов. И исторических зданий в них становится всё меньше, к сожалению. Недавно суд оштрафовал Старооскольскую администрацию за снос столетнего дома дворянина Ваейкова. Его дом снесли скоропостижно в тот момент, когда велась экспертиза, заказанная местными жителями и активистами, чтобы признать этот дом исторической архитектурной частью города. Дом уникальный, очень красивый. Александр Гнедых, глава округа, тогда в комментарии телевидению сказал, я немного процитирую, арка и арка, какая историческая ценность, да и вообще никакой. Мы заведём сюда инвестора, который построит дом лучше. Но понятное дело, что вряд ли лучше построят, но дело даже не в этом. Если не получается реставрировать дома, понятное дело, что это дорого, то лучше их всё-таки законсервировать и оставить до лучших времён, чтобы они стояли. Потому что сносить исторический памятник, который формирует лицо города, может быть, формировал лицо города только потому, что восстанавливать его очень дорого, либо это будет материально, невыгодно, нереспектабельно, это всё равно, что не лечить пожилых людей. Ведь они тоже болеют, они тоже не могут приносить такую пользу обществу, как молодые люди. И давайте тогда прекратим это делать. И мне хотелось бы попросить вас или спросить, не могли бы вы распорядиться, дать какую-то рекомендацию, чтобы эти здания, если их пока нет возможности восстановить, нет инвесторов, нет у государства таких средств, то их хотя бы законсервировать и не уничтожать, не сносить, а наоборот выявлять и включать в реестры исторических памятников. Ну, здесь, как бы, ничего не нужно просить и ничего не нужно принимать дополнительно, потому что всё законодательство здесь сформировано. Надзорные органы, так сказать, за этим следят. Оно сформировано в законодательстве по сохранению памятников, значит, вот местного значения, муниципального значения, регионального значения и федерального значения. Наша задача заключается в том, чтобы соблюдать всё законодательство. Я, вот, честное слово, я не совсем, наверное, посвящён вот в эту проблему сноса. Давайте мы ещё дополнительно разберёмся по старому осколу. Но решение суда есть. Я не знаю, там должна же и прокуратура куда-то смотреть, на отзорные органы, значит, вмешиваться, прежде чем принимаются такие решения, даже скоропостижные, как вы сказали, их не должно быть, их не должно быть. Моя позиция заключается в том, чтобы всё, что создаёт дух, душу территории, а это, прежде всего, здания, старые здания, архитектурные какие-то, значит, выразительные той эпохи, которые они построены были, отражающие дух той эпохи. Они должны, безусловно, все сохранены, все абсолютно. Вот. И если сегодня денег нет, то за замороженные, или они должны за один рубль, такое указание мною дано, вот, скажем, вот по Белгородскому, здесь, то есть по проспекту Слави, вот у нас сейчас одно здание есть, оно отселяется, где был псих-дейспансер. Значит, и мы готовы её за один рубль продать, лишь для того, чтобы они новому, значит, достали собственнику, который бы по нашему обязательству его восстановил его и привёл его в нормальное такое состояние, чтобы оно радовало людей, как это он, это здание делало на протяжении, наверное, нескольких там десятков, а может даже и столетий. Вот. Не так много, то в нашей области, к сожалению, этих зданий осталось. Купеческих, вот мы стараемся сохранить каждую купеческую постройку, которая, каждую помещичью постройку, которая, значит, была у нас. Вот я был недавно в Чернянке, очень порадовался, что фактически музей, созданный музей в музее, вот само здание – это шедевр, архитектурный, маленький архитектурный шедевр для Чернянки. Они его отреставрировали, они его привели в порядок, израсты сохранили, значит, камины сохранили, внутреннее убранство, там розетки на потолке, те, которые вот исторически там ещё были. И получаешь колоссальное удовольствие не только от тех экспонатов, которые там представлены в этом Краевецком музее, но от созерцания вот самого здания. Здание дышит историей. Это очень и очень важно. Поэтому войны очень многое, и революции очень многое уничтожили. Мы не будем превращаться в тех революционеров и тех вот захватчиков, которые это делали. Мы всё будем сохранять, что создано до нас и представляет историческую ценность. Спасибо. Анна Михайловна, Скрипка, Российская газета. Евгений Степанович, если можно, вернёмся к теме новой жизни. Скажите, вот всех интересует... Вы соответствуете этому возрасту. Ну, возможно. У меня такой вопрос. Всех интересует, кто же будет главным исполнителем? Застройщик кто? И если он ещё не определён, то как его выбрать? И какая для него выгода участвовать, в принципе, в социальном проекте? Застройщик... Значит, сегодня идёт тендер, вот, или конкурс среди застройщиков. Число желающих очень много. Мы определили, вернее, не мы, а департамент строительства, глаголев, который является автором, по сути дела, этого проекта, он определил для них потолок стоимости. Она составляет 38 тысяч рублей под ключ. Под ключ. Это и с инженерной инфраструктурой, это и с полной, так сказать, отделкой дома. Значит, всё туда входит. Заходи и живи. Ну, кроме мебели, конечно. Вот, 38 рублей. И поэтому все понимают, что сегодня можно это сделать и за 30, там, 32 рубля и заработать, как определённую прибыль при реализации этого проекта. А вот сам заказчик, сам заказчик будет, по сути дела, сам департамент. Департамент строительства. Ну, формально там он определяет структуру, значит, которая у нас там имеется. И которая будет работать абсолютно на бесприбыльной основе. Бесприбыльной. То есть, по смете затрат. Положено ему на администрирование, на того, чтобы исполнять функции заказчика, там, условно говоря, 50 тысяч рублей в месяц. Вот ему и будут даваться эти деньги, 50 тысяч рублей в месяц. Не более того. Сергей Николаевич, Ирюмин, Богородская правда. Евгений Степанович, возвращаясь к теме истории культурного наследия. Вы упомянули, у нас наступил знаковый 17-й год. Для нас он действительно очень знаковый. В нынешнем году, в июне, 24 июня, Белгородской правде исполнится 100 лет. В странице газеты, это признана самая подробная летопись нашего края, самая подробная его энциклопедия, в том числе в плане информации о развитии всех отраслей и сфер. Каждое десятилетие по-своему уникально, значимо. Скажите, а какой из прошедших периодов вам наиболее близок, интересен и почему? Спасибо. Видите, газете областной 100 лет, а области 63 года всего. Как-то так, немножко не соответствие. Но я рад за то, что газета наша уважаемая, центральная газета, 100 лет. И давайте мы этот юбилей очень достойно отметим. Надо подумать, как это сделать ярче и значимее для такой очень важной даты. Какой период? Ну, меня всегда привлекали периоды созидания. Периоды какого-то подъема. И не только экономического подъема, социального, а подъема даже духа. Вот когда периоды такие были в нашей области, ну, естественно, после 54-го года ее создания. Вот мне очень интересны годы 60-е, 70-е, особенно первая половина 70-х лет. Очень, область очень бурно развивалась, очень бурно развивалась. И строительство шло, значит, индивидуальное жилье, и многоэтажек, и тогда проекты, как и хрущевки появились, червемушки. Многочисленные тогда были, строились крупнейшие предприятия, цементные заводы, особенно Староскольский. Значит, создавалась, значит, база, железорудная база нашей области. Это Лебединский ГОК, Столинский ГОК, Оскольский металлургический комбинат. Десятки заводов построенные у нас были в Белгороде, которые сейчас успешно, многие из них работают. Огромное социальное строительство шло, скажем, театры, музеи, дворцы культуры, значит, многочисленные, строились везде. В сельском хозяйстве, значит, в 60-е годы началась специализация, колоссальный проект был реализован. Потом и в 70-е годы он был там продолжен. Вот эти годы созидательные, духоподъемные годы, они, на мой взгляд, заслуживают какой-то особой благодарности, оценки. И, наверное, мы их очень тщательно должны изучать этот опыт, который там был, для того, чтобы распространить его на наше время. Я хочу вернуться к истории прошлого года, когда ФАС проверяли внебюджетные фонды региона. Всё-таки признали нарушением законодательства, да, как и ожидалось. За что мы им очень благодарны. Да, но не выдали предписания об его устранении. Вот как быть в такой ситуации, вроде бы и есть нарушения, и начали штрафовать компании, которые участвовали в этих фондах, деньги давали. Как Вы планируете поступать, и вообще, какое значение для региона имеются небюджетные фонды в целом? Ну, первое, я хочу сказать, что мы очень благодарны Федеральной антимонопольной службе за такое внимание было, которое оказано к нашему региону. В общем, я здесь без всякой иронии говорю, потому что мы являемся областью, где все экономические субъекты должны себя чувствовать под прикрытием такого общенационального законодательства. А любая местечковость, любой протекционизм местный, он всегда ведёт в том числе и к злоупотреблениям тех и иных компаний, которые пользуются вот этим протекционизмом. Это первое, что я хотела сказать, и соответственно, значит, эти вопросы, мы предписания получили, и мы его все, всё исполняем. Ну, а тот, кто там наказаны некоторые компании, ну что ж, они тоже пусть доказывают, что они правы, для этого есть судебное решение, это их право. Докажут, значит, пожалуйста. А то, что все предписания, которые там даны в адрес правительства Белгородской области, мы с ним совсем согласны, и мы его исполняем. Исполняем. Вот такова наша оценка вот той проверки, которая проводилась в федеральной антимонопольной службе. Вторая часть вопроса, если можно, вот роль внебюджетных фондов для региона. Ну, роль внебюджетных фондов, фонд капитального ремонта, это внебюджетный фонд, внебюджетный фонд. Очень важный, важный, полтора миллиарда рублей собирается. Если кто-то создает эти фонды, фонд продвижения у нас классической музыки, там, так сказать, был, собрались люди, и вот собрали там 10-20 миллионов рублей, мы поддерживаем классическую музыку в нашем регионе. Мы что, должны препятствовать? Нет, конечно. Есть фонды социальной защиты, которые вот под прикрытием нашей, так сказать, ну, правительства области, под нашим покровительством, не прикрытием, а покровительством нашим работает. И туда люди добровольно перечисляют какие-то деньги на какие-то проекты. Мы их должны запрещать? Нет, конечно. Другое дело, что они должны быть абсолютно прозрачны. Абсолютно, вот, кто туда перечислил и на какое мероприятие оно направлено. Это, вот, я считаю, что это правило, которое мы должны свято соблюдать. Вот, собираются у нас вот фонды, то есть самоорганизующие все вот наши торговые предприятия, которые производят водку, спиртные напитки, которые, значит, доставляют, занимаются их дистрибьюцией и торгуют. Торгуют. И вот они все собрались и сказали, слушайте, давайте как-то от фальсификата избавляться. Мы не должны травить наших людей, граждан Белгородской области. Давайте создадим систему, которая этого не допускала, предотвращала, предупреждала. И они создали, значит, некую такую, значит, как она называется, качество жизни, ассоциацию. И вот все являются участниками этой ассоциации, где четко распределили правила и даже ввели свою, значит, акцизную марку. Она не областная, она их акцизная марка. И вся продукция, которая, значит, реализуется, вот, участие там добровольное, добровольное. Там не все там приняли это. Ну что ж, это добровольно. Но те, кто принял, они понимают, что они реализуют только доброкачественную продукцию. Независимо она произведена нашими, значит, там, заводами или иными заводами, иногородними. Но, пожалуйста, завезли сюда, проверили ее качество, повесили акцизную марочку, которая является, она гарантией качества, гарантией качества. И вы же видите, на протяжении уже многих лет в Белорусской области нет там таких вот, как Боярышник или еще что-то. А у нас раньше, я помню, были, значит, несколько сот человек от случайных, мы такая графа, случайное отравление алкоголем. А это не алкоголем, это случайное отравление вот от этой, от фальсифицированной продукции. Сегодня их не стало. И мы сохранили таким образом сотни, если не тысячи жизней. И что здесь плохого? Мы должны запрещать? Нет, это их дело, добровольное. Это не мы их там заставили или принудили. Это не сами на это пошли. Это само... Это как элемент гражданского общества, только в сфере экономики. И мы считаем, что только должны поощрять и радоваться, что такая самоорганизация есть. Самоорганизация. Я буду очень рад, если такая самоорганизация появится, производство и реализация молочных продуктов, которые сегодня, к сожалению, очень много фальсификаций, да, значит, мы находим наши органы контролирующие. И не только молочные продукции. Общество становится здоровее от этого. Спасибо. Журнал «Бизнес-обозрение» очень хочет задать вопрос. Пожалуйста, Ансана Сергеевна. Евгений Степанович, сейчас разрабатывается белгородский знак качества. Расскажите, пожалуйста, об идеологии этого проекта и какие ещё мероприятия запланированы на год для повышения конкурентоспособности наших предприятий. Мы вот и объявили как бы и год, не только экологии, а и год качества на территории Белорусской области. И хотим его наполнить таким реальным содержанием. И на этот счёт мы сейчас готовим такое заседание большого правительства, которое должно у нас в ближайшие, наверное, три месяца пройти, где мы объявим о наших проектах. Но предварительно что можно сказать? Мы как-то заговорили о годе качества. И вдруг мы видим, что на федеральном уровне это тоже появилась повестка дня федеральной. Появился знак качества, появилось агентство, которое продвигает этот знак качества, не продвигает, а товары достойные, присваивает эти товары. Я очень рад, что среди первых таких товаров в Российской Федерации белорусские товары тоже появились. Это компания «Эвко», это компания «Славянка». На подходе, значит, наши, вот сейчас проходит проверку, значит, наши сельхозпредприятия, которые производят мясную продукцию, молочную продукцию. И это очень важно. Это тоже для потребителя, прежде всего, это информация о том, что это качественный продукт, и он безопасен абсолютно, он полезен продукт. И что государство вернулось вот на этот рынок, рынок, так сказать, качества, это очень хорошо. А мы ставим этот вопрос не только вот товары, чтобы у нас были качественные, и область поэтому, так сказать, была узнаваема, но и чтобы у нас и качественные были и отношения друг с другом, отношения власти и населения. Что нужно еще сделать для того, чтобы улучшить качество этих отношений, качество предоставляемых услуг, услуг для населения. Мы поставили задачу, чтобы как можно было больше сегодня в электронном виде доступа, значит, предоставлению услуг здравоохранения, услуг, значит, федеральных служб различных, муниципальных, региональных служб. Никаких очередей, чтобы не было, отсутствие очередей, это что, это качество, качество жизни в широком смысле этого слова. А качество ведет к солидаризации, к солидарности. И поэтому вот такое широкое понимание качества, мы считаем, что это тоже программа, которая заслуживает нашего внимания, и по ней будут соответствующие решения в ближайшее время приняты. Евгений Степанович, в любые времена, в непростые тем более, для региона очень важно состояние его бюджета. Как сегодня обстоит дело с наполняемостью региональной казны? Есть ли какие-то скрытые резервы, неиспользованные возможности в этой сфере? И самое главное, на чем будет и на чем не будет экономить область в 2017 году и в ближайшей перспективе вообще? Спасибо. Вы знаете, что у нас, я так и чувствую, что у вас по тексте вопрос звучит, как у вас там с долгами, значит, в бюджете. Вот, и это правильно, потому что многие считали, что тут наша область чуть ли не банкротом в свое время. Высказываются такие приложения, ничего подобного. Да, мы взяли долг. Долги мы брали вот последние, может быть, пять лет особенно. И задолженность, суммарная задолженность, она достигла у нас 42 миллиардов рублей. Треть примерно к этой задолженности приходится на такую мифическую задолженность. Это наши гарантии. Треть задолженность, это бюджетная, которую нам предоставил федеральный бюджет. Под ставку 0,1%. Вот, замечательное решение. И третья часть, это коммерческие кредиты, кредитных организаций, или же займы наших ценных бумаг. Причина, она вообще известна, но тем не менее, я напомню, почему мы прибегли, так сказать, к заимствованию. Значит, заимствование по двум причинам. Первое, это был принят, к сожалению, не согласованный с регионами, в том числе и с Белорусской области, законно-консолидированной группе налогоплательщиков, вследствие которого наша область потеряла не менее 15 миллиардов рублей, не менее. Второе, это резкое ухудшение конъюнтуры наших предприятий, горло-металлургического комплекса. И мы от них потеряли, значит, не по их вине, естественно, а по вине общей мировой конъюнтуры цен на железнодородное сырье. Но тоже порядка 35-40 миллиардов рублей за эти годы. Поэтому мы прибегли к заимствованиям. Жалеем мы об этом? Нет, конечно. Мы прекрасно управляем этими долгами. У нас сегодня задолженность стабилизировалась, долги сегодня будут уменьшаться. Но что касается вообще-то гарантий, которые составляют треть этой всей задолженности, я бы вообще их не относил к долгам. Гарантии – это участие наших бюджетных возможностей вообще в стимулировании экономики. Особенно для тех проектов, которые не имеют гарантий себя обеспечить, возможности обеспечить какими-то гарантиями. Поэтому гарантии мы будем и дальше использовать этот механизм. Вот это как бы по долгам. Второе. В целом бюджет мы исполнили за прошлый год. Поступления в консолидированный бюджет области ставились выше 63 миллиардов. Это даже чуть больше, чем мы планировали. Рост фактически на уровне 105%. Все бюджетные обязательства мы исполнили. И фактически мы вышли, начинаем текущий год с хорошей такой финансовой что ли подушкой безопасности. Она составляет на начало года, она 3 миллиарда рублей фактически у нас была. Это хорошее такое, это значительно больше, чем было в предыдущие годы. Поэтому мы и в этот год смотрим с оптимизмом. Вот уже год, то есть месяц закончился январь. Мы посмотрели наши платежи в консолидированный бюджет области по январю. Они увеличены по сравнению с прошлым январью более чем на 10%. Прогноз у нас положительный. Финансовый рейтинг нашей области, он соответствует рейтингу регионов-доноров. Таким как Новосибирск, скажем, область, Красноярский край. У нас один с ними рейтинг BB или BB. BB с положительным прогнозом. Причем этот рейтинг составляет английское рейтинговое агентство Fitch. И когда мы идем на рынок заимствований, все смотрят, какой у нас рейтинг по данному уважаемому рейтинговому агентству. И благодаря вот этому хорошему принципу рейтингу кредитному, мы получаем сегодня заимствование или имеем возможность получать по ставке даже ниже, чем ставка рефинансирования Центрального банка. То есть ниже 10%. Вот мы последнее заимствование провели для того, чтобы рассчитаться с предыдущим. Оно ниже значительно 10%. Вот такова ситуация с бюджетом. И одновременно я почувствовал, что в контексте есть вот наша задолженность. И это беспокоит, общественное мнение беспокоит. И я здесь тоже рассказал и об этом. В продолжение темы, Генн Степанович, у российской газеты есть вопрос. Евгений Степанович, а вот по поводу госгарантии. Под какие проекты, каким инвесторам будете предоставлять впредь? Что в приоритете? В приоритете малый бизнес. И мы здесь сотрудничаем с целым рядом таких национальных институтов. И в первую очередь, вот такая замечательная сегодня институт поддержки малого бизнеса. Это корпорация МСП. Малого и среднего предпринимательства. Которую возглавляет Браверман Александр Александрович. Который был в нашей области. Мы подписали с ними соглашение. Вот в прошедшем году мы более миллиарда получили совместно с ними, так сказать, предоставляя на приоритетных условиях. Или даже они чуть-чуть больше их доля, чем наша, предоставляя гарантии для малого бизнеса. Значит, нашим банкам мы, значит, более миллиарда получили наши субъекты малого предпринимательства. Кто 10, кто 20, там 30 миллионов рублей. Вот десятки субъектов малого предпринимательства получили кредиты. И сейчас их активно реализуют. Поэтому вот это наш приоритет. Крупные, такие вот, как, скажем, теплицы, там, значит, или молочные комплексы, мы принимать участие не будем. Мы считаем, что у них сейчас достаточно своих возможностей для того, чтобы реализовать эти крупные проекты. Белпресс, пожалуйста. Евгений Степанович, в продолжении тем, тема экономическая. В начале встречи Вы сказали, что реальные доходы белгородцев выросли примерно на 1,2%. Вместе с тем, доходы реальные волнуют белгородцев. И многие люди с достатком ниже среднего считают, что они скатились по уровню доходов к нулевым. Как Вы считаете, можно ли этой категории населения как-то помочь и повысить их доходы? Спасибо за вопрос. Ну, первое хочу, что сказать. Нулевые, они не такие уж и были плохие. Это жирные годы, седьмой, восьмой годы. А, это значит, наш 90-е. Ну вот, первое, статистика. Вот есть такой показатель, как число бедных людей. То есть, бедным относятся те, кто живет за чертой бедности. А черта бедности – это доходы ниже минимального потребительского уровня, который определяется ежегодно в нашей статистике. Значит, у нас таких людей, структурой населения Белорусской области, в 2000 году было 33,6%. А вот сейчас у нас их восемь, восемь, по-моему, с половиной процентов. То есть, вот он, динамика, так сказать, в целом. Вот мы видим. Хотя, в целом, по Российской Федерации я могу ошибиться, но мне кажется, что сегодня этот показатель где-то на уровне 15%. Но, тем не менее, эти люди есть. Значит, здесь существует целая система поддержки, социальной поддержки, многодетной семьи. Мы огромные деньги даем на приобретение, на содержание детей в многодетных семьях. У нас сотни миллионов рублей предусмотрены. Дети войны программа у нас. Где-то больше 300 миллионов рублей мы поддерживаем. Это, в основном, тоже такое население, которое нуждается в поддержке. Вот вчера я услышал такую хорошую новость. На мой взгляд, министр промышленности и торговли заявил о том, что вводятся такие талоны, продовольственные талоны, по сути дела, для того, чтобы вот этой группе населения давать то ли бесплатно, или, может, по какой-то льготной цене. И мы только будем, так сказать, всячески участвовать в этих программах. Ну, а это то, что касается вот этой части, 8,5%. То есть они в поле зрения наше постоянно находятся, независимо от их возраста, независимо от социального положения. А если вести речь, как вы поставили вопрос, более глобально о повышении доходов, вообще доходов, вот, то у нас нет другого пути, как повышение эффективности, производительности труда. Давайте уж все-таки вспоминать о том, что по выработке на одного, работающего в реальном секторе экономики, мы сегодня в 3, 4 и даже 5 раз уступаем экономике, скажем, Германии, Японии, Соединенных Штатов Америки. По выработке на одного человека. Это не вина людей, которые работают, а это вина, значит, тех акционеров, собственников, управляющих, менеджеров. Это они еще не организовали труд наших людей таким образом, чтобы они хорошо работали, давали хорошую выработку и зарабатывали. Ну, пример такой. У нас воловой внутренний продукт, по итогам года, где-то будет, ну, 700 миллиардов рублей. У нас численность работающих в реальном секторе экономики 500 тысяч рублей. То есть легко подсчитать, что выработка на одного человека где-то миллион, там, 250 тысяч рублей. Ну, это очень мало. Нужно 3, 4, 5 или 8 миллиардов, как, скажем, в Германии. 8 миллионов, как в Германии, это при счете на рубли. Я перевожу на рубли. Вот к этому мы должны стремиться. Немного не все зависит и от предпринимательского сектора сегодня. У нас очень, скажем, структура работающих очень деформирована. Ну, давайте себе представим, что вот в нашей экономике, вот сегодня в Белорусской области работают более 15 тысяч охранников. Охранников. Ну, вот охраняют. Они службы безопасности, бизнеса и так далее, и так далее. В какой экономике еще они работают? Они что, есть на Западе? Да нет их. Но они вынуждены работать, потому что они вот... Государство, наверное, еще не все сделало, чтобы охранять бизнес от какого-то внешнего воздействия. А в целом по стране их более, более там, что-то... Миллионов-миллионы там человек, по-моему. Там как-то даже называлась такая цифра, то ли около двух миллионов, что-то вот такая цифра. Это люди, которые охраняют, но они не являются участниками производства. Они не являются, значит, не производят реальный и простой продукт. Добавленную стоимость они не производят. Даже в тех же компаниях, которые занимаются этим производством. То есть у нас вот еще много таких вот резервов, которые надо просто заниматься на государственном уровне, на региональном уровне для того, чтобы повышать производительность труда. Будет производительность труда, будет люди производить наши... Сегодня они миллион двести на человека в год, а будут производить там хотя бы два-три миллиона добавленной стоимости. Значит, зарплата уже у нас будет средняя не 26-27 тысяч рублей в месяц. Она будет уже приближаться к 40-50 тысячам рублям. Вот об этом идет речь. Об этом. И тогда уже и покупательная способность, тогда уже и средний класс у нас появится полноценный и так далее, и так далее. Коллеги, еще вопросы? Севриков Алексей Михайлович, пожалуйста. Спасибо. Евгений Степанович, как раз ко дню российской науки приятная новость подоспела. Школьник из Старого Оскола выиграл престижный конкурс международной корпорации Google. Среди тысяч таких же детей он оказался лучшим в программировании. Это, с одной стороны, история частная, с другой повод вернуться к теме IT-кластера, о котором Вы сегодня говорили, упомянули, что будет модернизироваться, это все будет цифровая трансформация проводиться. Но хотелось бы узнать, какие ресурсы будут для этого использованы, учитывая, что этот условный школьник, условный молодой специалист, не факт, что выберет для продолжения карьеры Белгородскую область, а уедет в Кремниевую долину, в лучшем случае, или в худшем, в Москву. Он уже в Гугле, уже на особом учете, наверняка. Да, то есть вот какие ресурсы... Какие ресурсы для развития IT-кластера могли бы быть использованы? И, может быть, какие-то конкретные планы есть в этой связи? Спасибо. Ну вот, об Олимпиадах я хочу несколько сказать, поскольку Вы начали с этого. У нас сегодня Департамент образования возглавляет очень энергичный, значит, такой профессионально подготовленный человек, Полуянова Наталья Владимировна. и она поставила такую амбициозную задачу перед собой и всем педагогическим сообществам, чтобы Белгородская область вообще была в числе лидеров по выигрышам на всех Олимпиадах, которые проходят на федеральном уровне, чтобы Белгородские области были ее участниками и желательно и победителями, и победителями. И вот эта ласточка, о которой Вы сказали, это очень приятно уже, ласточка, которую мы все должны приветствовать, и таких вот ласточек как можно должно быть больше. Мы не должны быть только в спорте, где-то там выдающиеся какие-то результаты, а вот развивать интеллект, интеллект, детей интеллект, создавать для них творческую, заинтересованную обстановку, атмосферу. Вот это то направление, в которое сейчас мы работаем, и думаю, что в ближайшие годы мы увидим реальные результаты здесь. Это первое, что хотелось сказать. IT-направление. Мы понимаем, насколько это важно и насколько необходимо. Экономика сегодня вся, во всем мире, вот тренд единый, это цифровая трансформация. Цифровая трансформация, ну и можно сказать модернизация, но здесь слово как-то все подобрали, трансформация. То есть переход в новое качественное состояние. На какой основе? На основе применения цифровых технологий. IT-технологий. И независимо, берем мы какое сейчас любое предприятие, вот, или бюджетную организацию, значит, если мы ее подвергаем какой-то вот цифровой модернизации, применению, насыщаем ее цифровыми IT-технологиями, там различными приложениями, сервисами, ресурсами, то эффективность этого предприятия поднимается минимум 30%, а вообще-то иногда и в два раза. Эффективность работы, производительность труда, только за счет цифровой трансформации. И понимая это, мы сегодня приняли несколько таких опережающих мероприятий для того, чтобы у нас в области был представлен, значит, IT-сектор, вот, сектор цифровых технологий в нашей области, которые бы обеспечивали программным продуктами не только наших потребителей, но и в целом, значит, и российский рынок, который растет по 20-30% в год, мировой рынок тоже, чтобы у нас появлялись и фрилансеры, которые работали в отдаленном доступе, ну, от тех же, может быть, и крупных, там, гигантов цифровых, там, как Майкрософт, Гугл, там, или еще, там, Фейсбуков и так далее, и так далее. Вот, что мы для этого сделали? Первое, вот, в Думе, по-моему, в ноябре прошлого года приняли закон о льготном режиме налогообложения. Они все у нас практически работают в спецрежиме, и вот там наши депутаты приняли о том, что мы коэффициенты соответствующие, то есть платежи в бюджет, им резко снизить. Вот это первое, я считаю. Второе, мы сейчас разрабатываем целый ряд проектов создания таких парков высоких технологий, называется. Первый из них, вот он, к концу года, он, вот, к разу Жданов, Владимир Николаевич его возглавляет этот проект, он заработает, вот, здание, которое напротив нашего университета, Белгородского государственного университета, которое предназначалось для очередного торгового центра. Сегодня эта программа сворачивается от торгового центра, там будет парк высоких технологий. Все уже с собственниками там, все вопросы решены. Резиденты уже туда, уже, по сути дела, значит, изъявили желание там работать. Изъявили желание работать. И это будет не единственный парк высоких технологий. Это будет их несколько, и не только в городе Белгороде. Под эту программу сегодня у нас перестраивает учебный процесс Белгородский государственный университет. Под эту программу сегодня и технологический университет перестраивается. Вот идет такая вот трансформация нашей области, она незаметная, но я уверен, что наша область будет занимать, так сказать, достойное место в развитии IT-сектора для того, чтобы проводить целенаправленную, планомерную, крайне необходимую цифровую трансформацию нашей и бюджетной, и коммерческой сферы. Вот Жданову поставлена задача, вернее, он сам перед собой поставил сделать цифровую трансформацию вообще правительства области. Как повысить эффективность работы самих чиновников? Чтобы они работали, в общем-то, их труд был наиболее эффективным. Ведь это же тоже вопрос, это тоже большая проблема. Сегодня и над этим идет работа. Коллеги, мы приближаемся к завершению пресс-конференции. Один-два быстрых вопроса. Аберек, пожалуйста. Лукашенко, 7 часов. Евгений Степанович, мы много знаем про развитие региона, про вашу работу. Если можно, но вы редко даете личные интервью, как известно, и хотелось бы знать вас за пределами работы. Чем вы сейчас интересуетесь, увлекаетесь? Кто ваши друзья? Я хотел быть участником какой-то социальной сети, но мне не порекомендовали мои ближайшие помощники. Слушай, если сейчас, то там целый ряд таких обстоятельств есть. Да и, а потом, это же время, это время. А время – это главный ресурс, а его надо использовать наиболее эффективно. Ну, чем я интересуюсь? Я интересуюсь всем, что мне положено по должности и даже более. Я просматриваю массу литературы, я просматриваю массу сообщений, которые в интернете. Я вот вам сказал, что у меня поступает информация по мессенджерам различным, актуальная информация и в мире науки, и хай-тека, и журналы различные. Я смотрю, но тем не менее, значит, и смотрю и телевидение. Вот что мне нравится – телевидение. Как ни странно, мне поле чудес нравится. Вот уже самое… Вот мне нравится, что, где, когда, я обязательно смотрю. А мне нравится из новостных вещей. Очень сейчас хорошо, значит, подается новости на Первом канале, еженедельные, вот, в исполнении большого друга, в том числе и Белгородской области, Фадеева Валерия. Вот, я их обязательно смотрю. Мне очень нравится на Втором канале, вот, сейчас 60 минут, такой формат, не всегда приходится ее смотреть, но, тем не менее, стараюсь смотреть. 60 минут. Такая актуальная, очень продуманная, и объективная, значит, подача новостного контента. Я читаю, что я, читаю, вот, выписываю. Наш современник, мне всегда нравилось, я уже несколько десятилетий выписываю, и он сегодня для меня очень привлекательный. Из книг, вот, в настоящее время читаю Водолазкин, Лавр. Я бы и вам порекомендовал ее почитать. Это современный писатель, он, кстати, к нам в область приезжал. Я с ним встречался, и он мне подарил книги, и очень увлек, увлек. Вот, стараюсь быть везде в курсе, потому что, если почувствуешь, что где-то отстанешь, отстану я, то тогда кто-то тоже начнет отставать автоматически. Надо быть всегда в форме, всегда в форме, для того, чтобы инициировать, для того, чтобы и других тоже держать в форме, которые, в общем-то, ждут каких-то инициаций, каких-то идей. Обсуждаем с коллегами, с друзьями в общении, и всегда появляются новые, новые, новые вещи, которые улучшают нашу жизнь. Круг людей не должен быть широким, круг интересов должен быть широким, шире, чем круг людей. Люди просто должны быть широким диапазоном. Тогда с ними интересно, тогда все получается. Евгений Степанович, расскажите, пожалуйста, как в свете последних событий складываются у Белгородской области торговые отношения с Украиной? Насколько изменились объемы экспорта и импорта? Есть ли украинские предприятия, с которыми у нас сохранились партнерские отношения? Может быть, сложившаяся ситуация на фоне последних событий, как-то местные предприниматели получили импульс к развитию, поскольку объемы закупок сократились? Или же, наоборот, региональная экономика переживает какой-то удар в связи с этим? Ну, самый объективный показатель, это, конечно же, объем товароборота. Лет пять назад, или даже три года назад, он достигал у нас товароборот Белгородской области с Украины, он достигал чуть ли не трех миллиардов долларов. Сегодня, по итогам прошлого года, я посмотрел последние данные, он не дотягивает и до миллиарда рублей. Вот масштаб, так сказать, бедствия, падения. Минус два миллиарда, не рублей, а долларов. Долларом, потому что это международные отношения. Вот это первое. Не будем здесь причины, они очевидны. Но, тем не менее, сохранилось еще наше экономическое сотрудничество во многих сферах, прежде всего, в машиностроении, в металлургическом комплексе, идут взаимные поставки туда и сюда. Мы как закупали, так и продолжаем закупать щебень из Украины до миллиона кубических метров в год. Нам это все сложнее и сложнее. Приходится делать и не по вине украинских предприятий, а по той причине, что сегодня принято решение о лицензировании импорта из Украины щебня. Наверное, не знаю, кем это обосновано, решение. Но на щебень я бы не лицензировал бы его, потому что нам потом полтора раза щебень наших, российских, приходится дороже. Дороже. Там все-таки дешевле. И почему мы этим благом не должны пользоваться? Для того, чтобы больше строить дорог за счет этого. Поэтому мы сохраняем, стараемся всячески сохранять. Но поскольку в целом для украинского бизнеса тоже они переживают в очень сложные времена, а рынок у них был традиционным, значит, российский, они были сориентированы ранее. Некоторые из них, я бы сказал, даже не некоторые, а многие, принимают решение о том, чтобы перенести свой бизнес в Российскую Федерацию. Ну, Российская Федерация, это что? Белгородская область ближе всего. Поэтому мы для этих субъектов создаем наибольший режим благоприятствования для того, чтобы они развивали свой бизнес на территории нашей области. Так у нас появились здесь прекрасные производства по изготовлению обоев. Раньше Тульчинка здесь у нас, вот якорь бросила в Красногвардейском районе. В Новом Москоле предприятие одно очень интересное, машиностроительное. В Старом Москоле тоже сейчас начинает работать предприятие. В Белгороде. И мы создали специальную такую комиссию, которая этим, или рабочую группу, которая этим занимается, целенаправленно, в формате проекта по переносу бизнеса на территорию Российской Федерации. И это, я считаю, правильное направление. И плюс, и по целому ряду других направлений. Сегодня с территории Украины у нас несколько десятков тысяч человек трудоустроены, работают в различном режиме, так сказать. Они в статусе работают, значит, кто в режиме, значит, вынужденных переселенцев, кто в режиме, значит, просто как на три месяца положено или 90 дней приезжают. Очень много людей работает в сфере услуг, и вы это чувствуете, когда, наверное, пользуетесь теми или иными услугами. Вот, и мы все это приветствуем и всячески пошряем. Кроме пользы для нас, для нашей экономики, для нашей, в том числе и доходной части нашего бюджета, мы ничего не видим в сотрудничестве с украинскими предприятиями. Коллеги, пожалуйста, если вопросов больше нет, спасибо. Так, спасибо вам, всего доброго. Спасибо. Спасибо.